Прокуратура подаст апелляцию на оправдательное решение Бородянского райсуда Киевской области. На днях там признали Петра Мельника, бывшего ректора Национальной налоговой академии, невиновным в незаконном отчуждении земель учебного заведения. Речь идет о 12 тысяч квадратах под Киевом, в Каменец-Подольском и даже в Крыму, в Симферополе. Выходит, это еще не конец судебной эпопеи ректора Мельника. Самое первое и громкое дело против Петра Мельника – обвинение во взяточничестве. Дескать, требовал 120 тысяч гривен за поступление в Юрпенскую налоговую академию. Следователи задержали его на рабочем месте. Сюда с камерой подойдите. С камерой подойдите сюда. Под столом. После задержания здоровье Петра Мельника пошатнулось. Прихватило сердце. Носуд его возили на скорой. И ректор не постеснялся снять штаны в зале суда, чтобы показать следы операции. По состоянию здоровья суд отпустил его под домашний арест. А уже через неделю больной, сняв электронный браслет, сбежал. Он пересек океан и был задержан в США. А в апреле 2014-го вернулся в Украину, где был повторно арестован. Провел месяц в Лукьяновском СИЗО и вышел под залог. А потом засветился в секс-скандале. В 2015 году, через два года побегов, болезни и арестов, Ирпенский суд оправдал экс-ректора. Якобы обвинение не предоставило убедительных доказательств. Но после на ректора завели другое дело. О незаконном отчуждении имущества, веренного Мельнику учебного заведения. И вот несколько дней назад, теперь уже суд другого городка в Киевской области признает Мельника невиновным. Здоровительный комплекс «Основый бор» в городке Ворзель под Киевом. Прокуратура хочет возвратить и другие объекты. Это распространение. Это статья, которую ему инкриминуется. Тут все четко. Об апелляции на решение Бородянского суда сегодня сказал и генпрокурор. В апелляции мы наведемо достатные доказы и что до Мельника, потому что, еще раз хочу сказать, до высшего господарского суда мы провели решение, попри очень серьезный политический тиск на суд, про то, что ману университету незаконно отчужено и сейчас оно повернуто в университет. Будем делать все, чтобы апеляционный суд, а возможно и высший суд, а возможно и верховный суд, уже новый, увидел эти доказы и восстановил справедливость и законность. Свою позицию бывший ректор опубликовал на странице в Фейсбуке. Оправдательный приговор для него не стал неожиданностью, но он считает нецелесообразным давать какие-то комментарии, так как прокуратура явно будет подавать апелляцию. В этом же сообщении Мельник заявил, пока не рассматривает вопрос о собственном восстановлении в должности ректора Ирпенской налоговой академии. Апелляцию прокуратура обещает подать на днях. Павлина Василенко, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер.